Николай Кузьмич родился под Тулой в селе Карамышево. Когда началась война, ему было всего 15 лет. В марте 1943 года его призвали в армию. Сначала отправили в 33-й запасной артиллерийский полк разведчикам-вычислителям, а потом в противотанковый полк, где назначили командиром орудия. На его счету 13 подбитых танков, ранений и контузия. Николай Чедаев награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды, Медалью за боевые заслуги. Эта награда для него самая дорогая. Николай Кузьмич рассказывает, что в 1943 году под селом Бихи, недалеко от Киева, он участвовал в оборонительной битве. Вот в этом бою, за который, мне кажется, ее дали, мы насчитали 36 воронок вокруг, на расстоянии 15-20 метров от нашего орудия. И никто из нас не был ни ранен, ничего. И самое главное, мы почувствовались счастливыми от того, что мы не поддающиеся врагу, чтобы перед ним сдаться и погибнуть. Вот этот факт, так сказать, запомнился мне по сей день. Николай Кузьмич воевал на Первом Украинском фронте в истребительном противотанковом артиллерийском полку, который часто перебрасывался на самые танкоопасные направления. Он принимал участие в сражениях под Житомиром, Градно, Ровно и многих других. Николай Кузьмич часто вспоминает своих боевых товарищей. Ну, прежде всего, запомнились мои товарищи, которые, скажу прямо, были боевыми, может, даже боевыми я. Но я на их примере сам как-то подтягивался. И, честно скажу, был таким, что я не думал о смерти. Николай Кузьмич Чадаев является членом комиссии по работе с молодежью Городского совета ветеранов. Несмотря на свой почтенный возраст, активно занимается общественной деятельностью, участвует в городских мероприятиях. Ну, современной молодежи я бы хотел очень пожелать, чтобы они были как бы до конца преданы Родине и тому делу, за которое они взялись. Чтобы, так сказать, с умением и с полной отдачей отдать имя тому делу, которому они служат. Мы желаем Николаю Кузьмичу здоровья и долголетия. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...